Умерить аппетиты в прямом и переносном смысле. Первая ласточка. Кризис заставил ВИП-ресторан в центре Калининграда сменить вывеску. Это теперь демократичное кафе. Канувший в лету пафосный ресторан находился, что называется, центрея некуда в здании городской администрации. Цены соответствовали клиентуре, чиновники, бизнес-элиты и депутаты. Сегодня на его месте открывается новое кафе, которое рассчитано на публику попроще. До прихода первых посетителей остались считанные часы, а столы еще не расставлены. Еще месяц назад здесь подавали изысканные деликатесы, а средний чек составлял более тысячи рублей. Теперь тут в два раза больше посадочных мест, простые блюда, детское меню и цены в пять раз ниже. Хозяин уверен, его затраты на ремонт окупятся скорее, чем если бы осталось все как есть. Пустующее пафосное заведение в центре города. Веяние кризиса, премиум-сегмент у нас немножечко переходит уже в стадию демократичного населения. Поэтому количество людей, способных потратить более тысячи рублей, уже снизилось, и затраты предприятия не оправдывают это количество людей. Поэтому было принято решение создать новый формат такого абсолютно демократичного кафе. Вокруг нового кафе несколько конкурентов. Все они чувствуют отток клиентов и борются с издержками, экономят на аренде, персонале и электричестве. Но пока не сдаются. За последние пять месяцев спад превысил процентов 30 по нашим расчетам. Где-то от этого спада процентов 60 снижение посещаемости, остальное снижение среднего чека. В первую очередь пострадали завтраки, которые мы убрали в двух из трех ресторанов, оставили только в центре города. И сейчас на себе испытывают проблемы ланчи. То есть на обедах калининградцы стали экономить. Фастфуд, когда-то не конкурент ресторанному бизнесу, теперь принимает клиентов, которые начали экономить на дорогих обедах. Еду для этих точек готовит централизованно, персонала немного. Правда и там себестоимость равно растет. Эта пицца вместе с курсом евро стала дороже на 15% за последние два месяца. Почти все продукты импортные. Потребители, я думаю, выигрывают в процессе кризиса, потому что станет более избирательным и выживут заведения, которые станут более лояльны к потребителю, которые повысят уровень обслуживания, качество блюд. В полумиллионном Калининграде более сотни точек общепита. Всем в этих условиях не выжить, а рестораторам, скорее всего, придется снижать маржу, которая иной раз доходит до 300%. Жанна Мейлер, Наталья Красакова, Калининград. Специально для РБК. Жанна Мейлер, Наталья Красакова, Калининград. Специально для РБК.